Лучше мудро молчать, чем глупо говорить. Да, это говорю я. Привет, я Даша. И это прочитано за сентябрь 2016 года. Я прочитала всего лишь две книги, но зато одна из них громнючая, пригромнючая, 1200 страниц. На самом деле для меня это не объём, но в общем, смотрите дальше. Это у нас... Я её читала аж... Где ты? Не, где ты? А, вот. С 26 августа по 24 сентября. Больше месяца я её мучила. Это Михаил Успенский автор. Там, на самом деле, три повести сразу было. Там, где нас нет, время ону и кого за смертью посылать. Что я хочу сказать. Книга эта считается сатирической, но ничего. Я, в общем, за всю книгу лишь только однажды улыбнулась. И, в общем, я бы её не назвала. То есть считается, что она смешная, но я эту точку за ней не разделяю. В общем, о чём идти? Это такое... Это такое... В стиле русского фэнтези, наверное, даже славянского фэнтези. Потому что такая вот... Атмосфера такая вот именно славянская, вот древняя, когда там дружинами ходили. Феодально разрозненная Россия. Там князья между собой. Быть трем-пыром, это та, паопи и так далее. А я-я-яй такими быть. И... То есть всё такое. И главный герой Жихарь, он тоже вот такой типичный вот дружинник тех лет по тому, как его описывает автор. И, ну, на самом деле, эта книга, это не только вот славянизм, а это смешение, на самом деле, всех мифологий мира, наверное. Там есть и король Артур, и китайский мудрец Мак. И кого там только нет, вообще всё понамешано очень многое. И Вавилонская башня. И там, ну, в общем, целая куча всего. На самом деле, когда я начинала читать, мне очень хотелось бросить. Потому что сюжетик идёт так неспешно, неторопливо. Не зовёт внимания за собой, а просто так как-то рукой машет, мол, иди за мной. С таким видом, что как будто ему всё равно пойдёшь ты или нет, мол, твоё дело, решай. Почему из неё осталось, даже не знаю. Мне просто стало интересно, как человек с таким характером, как Ужихоля, справится с той задачей, с теми задачами, которые перед ним были поставлены. Тем не менее, когда я дочитала третью повесть, я знаю, что существует четвёртая, вот прям самая-самая концовка, я её и не стала ни искать, ни читать, потому что с меня хватит. Я и так еле достанула эту книгу, хотя, конечно, как говорится, сколько людей, столько мнений. Но вот эта книга конкретно вине вот этой повести про Жихоля, они не для меня целы, а сирень — это не моё. И вторая книга, которую я перечитала, то есть я её уже читала однажды, даже сейчас скажу точно, когда, 9 августа, 13 года, 3 года тому назад. Я её дарила тогда за один день, в этот раз мне понадобилось 4 дня. Это «Век чудес» Карен Томпсон Уокер, это дебютная книга автора, и она совершенно потрясающая. Хотя я и видела негативные отзывы на Лайфлибе, у меня тут ещё магнитная закладка осталась. Я видела негативные отзывы о Лайфлибе, и там употреблялся такой термин, как апокалипсис. Нет, я с этими терминами категорически не спешу согласиться и разделить его, потому что для меня апокалипсис — это какая-то шебутня, это бег, это какие-то действия, это суета, это Брюс Уиллис, который жертвует собой ради того, чтобы спасти всю планету. Нет, это не апокалипсис, это просто конец света. Кто-то скажет, что это одно и то же, что это синонимы. Я, опять же, повторяю сколько лет, здесь только и мини. Для меня апокалипсис — это не то же самое, что конец света. Но я что-то заговорилась о терминологии, я вообще только обидевшая в плане терминов. Так вот, книга начинается с того, что начинается конец света. Но он не быстротечен, а медленный, развязанный и такой вялотекущий, но при этом очень-очень чрезвычайно интересный. Прямо читаешь и не можешь оторваться. Вдруг без тебя там ещё что-то случится. И, на самом деле, книга удивительна. А, кстати, вот так выглядит мягкая обложка. Я показала почему-то только её. А твёрдо выглядит вот таким образом. Такой жёлтый солнечный силуэт на оранжевом фоне. Такой сразу в голову приходят такие ассоциации, как закат, солнце. Не буду вам рассказывать от чего. Начинается этот конец света, потому что, мне кажется, это будет немножко подпортить удовольствие, если вы ещё не читали эту книгу по какой-то необъяснимой вселенской глобальной ошибке. Вот я обязательно рекомендую к чтению эту книгу, потому что она правда удивительная. Вот там очень подробно рассказывается, как, что влечёт за собой подобная ситуация и в плане причины, потому что она влияет на всё население планеты Земля, так и в плане социума, психологии, вот что-то вот такое. Очень-очень интересно и познавательно читать. И вот это были все книги на сегодня, всего две я повторюсь. Одна из них у меня как-то скрипучая шла, а другой я в восторге, такие вот и не я, наверное, книжные. На сегодня всё. До скорых книг. Пока!